МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на 9-м канале в студии Анна Семенова. Здравствуйте. Хотя экономика переживает сейчас не лучшие времена. Официальных безработных в Старом Осколе немного, около 800 человек. Вакансий в разы больше – порядка 5 тысяч. Самые маленькие зарплаты предлагают нянечкам и поварам. А вот, к примеру, комбайнерам обещают 100 тысяч рублей в месяц. Детали выясняла Лариса Ульяненко. Локдаун 2020 больно ударил по крупному и мелкому бизнесу. Безработица в стране и в Белгородской области подскочила. Чем аукнутся нынешние нерабочие дни, станет понятно позже. Но пока, уверяют в центре занятости, в Старом Осколе вакансий в разы больше, чем тех, кто пытается трудоустроиться. Уровень официальной безработицы – меньше процента. У нас очень маленькая безработица в Старом Осколе. Зарегистрированная безработица очень маленькая. И мы давно уже, мы уже месяца 8, как вернулись на допандемийную цифру. И вот на сегодня у нас 826 безработных. Причем количество вакансий у нас гораздо больше, чем было раньше. Мы сейчас даже не учитываем вахтовиков. У нас больше 5000 активных вакансий, которые быстренько мы закрываем. Они поступают новые. Именно староскольские вакансии. Хотя свободных мест много, далеко не везде зарплаты превышают минималку. Поэтому детским садам сложно найти поваров и нянечек. Больницам – тех, кто готов мыть полы и выносить утки. По нынешним временам зарплата в 12-15 тысяч слишком мала, чтобы за ней выстраивались очереди. Больше всего, до 100 тысяч рублей, предлагают комбайнерам. Правда, их труд сезонный. Активно набирают сотрудников и в строящийся ковид-госпиталь. Нам уже подали заявки на обслуживающий персонал. Там около 40, по-моему, вакансий. Ну а все остальное, медицинский персонал, это, конечно, не к нам вопрос. Это уже будет администрация больницы набирать. Разные зарплаты, в принципе, средние по городу, ни особо ни больше, ни меньше. Но минимально оплачиваемых у них нет. То есть у них даже для обслуживающего персонала нормальная зарплата. Труд подсобного рабочего в ковид-госпитале оценивают в 19 тысяч рублей. Дворник получит 17 800. Водитель – почти 30 тысяч. Повар, слесарь-сантехник – 18 тысяч. Завхоз – 27, инженер – 30 тысяч рублей. Вообще, вакансий с зарплатой выше средней у нас довольно много – 988. Но основную часть, конечно, составляют зарплаты от минимальной до средней. В таком диапазоне в Старом Осколе 4201 вакансия. Скорее всего, именно на этот уровень смогут претендовать сторожа и вахтеры, которых сейчас увольняют довольно много. У нас есть предприятия, которые заявляют о сокращениях. В принципе, их много, но они единичные. Нет предприятий, которые сокращаются массово. В основном это зависит от перехода на какую-то другую правовую норму. Но вот сейчас последнее, суммарно большое количество – это сторожа и вахтеры в образовательных организациях. Они полностью подходят под сокращение до конца года, потому что эти организации переходят на охрану. Те, кто остался без работы, могут рассчитывать не только на пособие, но и на поддержку по соцконтракту. Чтобы его заключить, сначала нужно обратиться в Управление соцзащиты, а потом в Центр занятости. Минимальный размер пособия – 1500, максимальный размер пособия – 12-130. Это зависит от того, сколько недель в течение последнего календарного года человек работал. И какую среднюю зарплату он получал. Сейчас нам справок никаких приносить не надо. У нас все есть в электронной системе. Если человек подает заявление на портале «Работа в России», мы абсолютно всю информацию там видим. Быстрее всего находят работу выпускники техникумов, колледжей и вузов. В среднем же на трудоустройство у Аскольчан уходит три месяца. Лариса Ульяненко, Роман Стариков, Евгений Сазонов, 9 канал. Лариса Ульяненко, Роман Стариков, Евгений Сазонов, 9 канал. Это зависит от официального количества работников в штатном расписании. Выплата на одного человека составит 12 792 рубля. Возвращать деньги не придется. Это не кредиты, а субсидии. Средства дают один раз и без разделения на части. Кроме этого, правительство возобновило выдачу льготных кредитов под 3% годовых на выплату зарплат для компаний при условии сохранения 90% численности коллектива. К Новому году в микрорайоне Олимпийском после капремонтов обещают сдать сразу два детских сада. Номер 40 «Золотая рыбка» и «Росинка» номер 45. Комфортные санузлы, качественная сантехника, полы с подогревом внутри здания будет не узнать. А вот благоустройство территории намечено на следующий год. Во дворах заменят веранды, заборы и песочницы. В каких еще образовательных учреждениях округа планируется обновление в нашем следующем материале? Обшарпанные двери, дырявый линолеум. Детский сад «Росинка» давно нуждался в переменах. И они здесь наступили. На фасадах и внутри здания кипят работы. Вернувшись в детсад, воспитанники и родители наверняка не узнают его. Это, конечно же, будет совершенно новая отделка. То есть это не тот обшарпанный вид групп и детского сада, который был. Плюс мы восстанавливаем, уже все сети меняем. То есть это в том числе и туалетные комнаты, куда ходят дети каждый день. Новая сантехника, новая плитка в санузлах. Приведение в соответствии с санпином комнат для раздачи в группах. Плюс в этом садике у нас есть группа для маломобильных детей. Для таких ребятишек расширяют дверные проемы, устанавливают пандусы, оборудуют специальные санузлы. Утепление фасада и теплые полы обеспечат комфортную температуру даже в межсезонье. Аналогичные преобразования – соседней золотой рыбки. Сразу планировалось два садика запускать в капремонт. Это 45-й и 40-й детский сад. Они соединены между собой бассейном. Хотя по срокам строители отстают, сады к Новому году надеются сдать. Договор с подрядчиком у нас заключен по 2 декабря. Мы, к сожалению, видим на данный момент небольшое отставание по графику производства работы. Но все предписания и необходимые меры с нашей стороны, как заказчика, приняты. Подрядчик усилился, пытается нагнать отставание сейчас. Из-за подскочивших на стройматериалы цен в капремонт пришлось носить коррективы. Приходится что-то пересогласовывать, применять, возможно, не цены на материалы, не из верхней линейки, так скажем, продуктов, а переходить уже на что-то среднее и низкое ценовой категории. Мы пытаемся выкрутиться из этой ситуации как можем. В департаменте архитектуры поясняют – одни стены штукатурят, другие оделывают гипсокартоном. Но волноваться, что на хрупкий гипсокартон ничего не повесишь, воспитателям не стоит. Все те стены, которые выполняются из гипсокартона, они выполняются из двухслойного гипсокартона, который позволяет вешать в том числе и навесное оборудование, телевизор и всё, что возможно. Но если сами здания сменят, облик и кардинально поменяются изнутри. До благоустройства территории ход дойдёт в следующем году. Благоустройство в эти контракты не входит. Это в планах на будущее время. И замена теневых навесов, и устройство асфальтобетонных проездов, и дорожек, и замена малых архитектурных форм, площадок, в том числе ограждения мы должны привести в соответствии с требованиями. Детсады на Олимпийском не единственные, куда в этом году пришло второе дыхание. Ремонтируется 33-й детский сад. Он на парковом находится. Школа шестая у нас ремонтируется. Школа в Роговатом у нас ремонтируется. Ну и мелкие объектики, пищеблоки, ремонты. Ведём ударными темпами работу. Конечно, не без проблем, в том числе и за ценные материалы. Но, тем не менее, мы всё сделаем для того, чтобы в этом году все эти объекты завершить. За исключением шестой школы, она двухлетняя. Завершается благоустройство общественных территорий и дворов. Семь ещё не закончены. Идут фасадные работы на ДК-железнодорожник, строятся фокс-золотые перчатки. Ещё несколько штрихов, и жители смогут гулять по преобразившемуся скверу Камелия в микрорайоне Жуково. Погоды строителям пока благоволит. Лариса Ульяненко, Сергей Кириченко, Роман Стариков, Илья Самсонов, 9 канал. Рождение и смерть, свадьба и развод. На время локдауна Староскольский ЗАГС сократил количество услуг до необходимого минимума. Причём женят и расторгают браки, только если заявления были поданы заранее. Остальным придётся подождать окончание нерабочей недели. Как отразилась пандемия на влюблённых в нашем следующем материале. Женить нельзя откладывать. Роспись в условиях локдауна проходит без гостей. Разделить радость этого дня предлагается только непосредственным участникам церемонии, которых даже в таких суровых условиях меньше не становится. Дату свадьбы можно было перенести, но согласились на это немногие. 3 ноября 13 пар, а на 6 число 11 пар у нас. Тоже много, но видите, люди же заранее подавали заявления. Это были выходные и праздничные дни, 4 дня, поэтому кто-то приезжал, у кого-то родственники, у кого-то ещё какие-то были обстоятельства. Но вот так сложилось. Мы разрешили, конечно, видео и фотосъёмку производить, чтобы память какая-то осталась. Мы понимаем прекрасно, что они получились заложниками, скажем так, этой ситуации. Были уже подготовлены и наряды, и прически, и свадьбы, и гости. Но, к сожалению, вот сейчас вот в таком режиме мы принимаем. Кстати, свадьбы в 2021 значительно больше, чем в 2020-м. Казались ограничения первого пандемийного года. В прошлом году, конечно, у нас было значительное сокращение регистрации брака. У нас было всего лишь 1420 регистраций брака. Ну, потому что, вспомните, у нас несколько месяцев были ограничительные меры, рестораны не работали. В этом году у нас уже 1621 брак зарегистрирован. То есть на 300 с лишним браков больше. Лишние браки пополняют статистику разводов. И здесь есть чему удивиться. Вынужденное сближение, когда семьи во время локдауна вдруг оказались замкнутыми в квартирном пространстве, не изменило многолетнюю стабильную ситуацию. Мы не видели ни всплеска расторжений брака, никаких-то совсем изменений. Ну, допустим, в этом году, по сравнению с прошлым годом, у нас всего лишь на две актовые записи больше. К нам обращаются заявители, которые состоят в браке и не имеют несовершеннолетних детей, и они согласны обоюдно расторгнуть брак. То есть такие заявления мы приняли ранее, месяц назад, и именно им была назначена дата расторжения брака сегодня и завтра. Поэтому тоже мы таким не можем отказать и обязаны провести регистрацию расторжения брака. Сегодня три пары у нас, и завтра одна пара. Между тем, Староаскольские влюбленные уже довольно активно подают заявление на регистрацию в новом 2022 году. Любви локдаун не помеха. Анна Семенова, Роман Стариков, Илья Самсонов, 9 канал. День народного единства, как и большинство торжеств, в последнее время пройдет онлайн. В виртуальной праздничной афише более ста культурных событий. В дистанционном формате староаскольцам предлагают посмотреть концерты, выставки, поучаствовать в интерактивных программах и мастер-классах. В течение дня в социальных сетях учреждений культуры будут выставляться мероприятия, в которые могут присоединиться наши жители. Также мы предлагаем принять активное участие в акциях «Греем зиму». Необходимо будет вязать шарфик и записывать это на видео, выкладывать в своих социальных сетях. Готовые шарфики могут принести к нам в управление культурой. Мы передадим их в Белгородский центр народного творчества, где пройдет 14 ноября областной день мастера. Завершится день единственным оффлайн-событием, подсветкой Центра молодежных инициатив. Начало акции в 18.00. Будут показаны флаги тех народов, которые проживают в Российской Федерации. 4 ноября православные отметят День осенней Казанской иконы Божьей Матери. Дата установлена в память избавления Москвы от поляков – конец смутного времени. Казанская икона Божьей Матери пользуется в России особым почитанием. Именно ей благословляют молодых квинцу. Для Свято-Троицкого храма, что в Слободе-Стрелецкой, этот день – престольный праздник. В древнейшей в нашем крае церкви много лет назад появилась чудотворная икона Казанской Божьей Матери. В народе образ считается женским заступником. К празднику раньше приурочивали запоздалые свадьбы, так как существовало древнее поверье – кто на Казанскую женится, тот счастлив будет. В народном календаре этот день считался рубежом между осенью и зимой. Говорили – да Казанская не зима, с Казанской не осень. Это была последняя информация выпуска. С прогнозом погоды вас познакомит Лариса Ульяненко. А я, Анна Семенова, прощаюсь с вами. Всего доброго и хороших вам выходных. До встречи на 9 канале. В студии Лариса Ульяненко. Здравствуйте. Глобальное потепление в России идет быстрее, чем во многих странах. У нас среднегодовой показатель температуры увеличивается в 2,5 раза стремительнее. Чтобы убедиться, что климат меняется, достаточно взглянуть на термометр. Где-то видно, чтобы в ноябре по ночам было плюс 10-11 градусов. А между тем, именно такую температуру обещают синоптики с четверга на пятницу. Причем не только ночью, но и днем. А к пятнице волна тепла усилится, и воздух прогреется до рекордных плюс 15. И это когда на небе нет солнца. Его в ближайшие дни не предвидится. 4 ноября пасмурная погода будет сопровождаться юго-восточным ветром и повышенным до 755 мм ртутного столба атмосферным давлением. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА